Я тут прогуливаюсь по Софийской площади, познакомился с молодым человеком, который сейчас уже с девушкой он здесь назначил встречу. Мы оба рассматривали небольшую выставку. Я сейчас покажу, что мне больше всего понравилось. Писанка. Вон та картина в конце меня впечатляла. Народная картина «Село Удалыни». И даже нет автора. Оно сделано, конечно, мастерски. Село Удаления. Середина 20-го столетия. Коллекция музея Ивана Гончара. Смотрим проект «До своей природы». Утворено WWF. Украина в партнерстве с музеем Гончара. Это фонд дикой природы. Wild, world, fun. Надо знать, что это все-таки значит. Сейчас я справлюсь. Красивая штучка. Немного закопчено. Осветлить чуть-чуть надо. Но она уже, наверное, так прокоптилась за столетия, что решили не слишком травмировать. Живописный слой. Так, немножко мыльцом помыть. Сегодня 21 число. Чудесный день. 21 августа. Так, просто выехал. Пройтись прогуляться. На секунду. Да. Это логотип World Wild Life Fund. Я практически угадал. С пандой. Мировой фонд дикой природы. Wild Life. А. Что-то в этом есть даже немного печальное. Как в каком-то давнем воспоминании. Но это и есть давние воспоминания. Воспоминания о том, чего уже нет. А. Вот классический изразец. Здесь всего лишь три цвета. Глазури. Или этого синий. Зеленый. А скорее напоминающий зеленку. И коричнево-желтый. Видимо, небольшой был выбор химикатов. Приготовление этих образцов. Они были классические. Широко распространенные. Иван-Франковский регион. Позднее 19-го столетия. Столетия. Начало 20-го столетия. Растительный и орнитологический орнамент. А это, наверное, с фиолетными ветвями. С мэрек. Я вспомнил, как в музее в Гуцульском, в Иваново-Раковске, в Верховине, во время путешествия, я рассматривал такие изразцы. Там были огромные наборы. Большие. С печей крупных. Вот. Там были интересные сюжеты. Я помню. И офицер на пролетке в мундире скачет фельдхедель по государево-мужде. Герб крупный. Тоже австрийский. Нет, скорее всего, русский герб. Вот. Муж австрийский. Ведь это были регионы австрийские. Да. Первой мировой войны. Ну, где доставить австрийский герб. О, австрий же тоже был главарем. Упс. Четыре. Три. Два. Один. Упс. Ощущение такое временами, что купаешься в парном молоке. Какая чудная розочка. свеженькая. Свеженькая. Что за травка? Где посмотри? О! Вот она какая. Все это мотлив. Сейчас мы узнаем. Жесткая. Почти как ассо. Узнала я, что это. Это перестащитинник-щетинец. Я не обманывал. Перестащитинник-щетинец. Ну, что ж. Все равно тавтология в имени перестащитинник-щетинец. Ну, как-то забавно. Разные цвета. Рыжий. Фиолетовый. Светло-серый. Светло-серый. Перестащитинник-щетинец. Конечно, в парком-де-горе появилось последние годы много диковинного. Вроде перестащитинник. О, какая чудная. Розочка. Пахнет. Так, уже восьмой час. Судя по часам на колокольне. Этот артист здесь прижился. Его любимое место. Боже. Сойдем на секунду. Мы подарим ровно. Пахнет. 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 там яблочко яблоневый сад сейчас мы проверим что за яблочки выросли в этом году обычно их там много есть крупные какие-то они лиловые бледно-лиловые как баклажаны некоторые яблоки такое чувство что они еще не созрели тем более там упал но всяких фруктов самый сезон я уже иногда думаю все больше ничего покупать не буду не могу больше не могу все равно покупаю там где-то попить чаю вспомнил что я еще чай не пил вдруг почему-то вспомнил шутку школьную стих андрея белого по моему которого вот такие строки а убери свои босые ноги тогда это было смешно нам детям на уроке литературы по моему строки звучали несколько иначе о о прикрой свои босые ноги а скоро уже будет темнеть все что-то мне напомнило не знаю вдруг какой-то флэшбэк проскочил как вспышка мне это напомнило александровский столб на сенатской площади в питере это ангел а почему не знаю в каком ракурсе вдруг как мелькнул этот столб александровский там он держит крест одну руку поддерживает крест а другую что вознес к небу ангел меч уже отломали ищет душ пулыка находит себе занятия не скучает старается не скучать а где тут маленький мост имени нашего мэра где тут марсебел векович где то тут есть это мостик то сейчас мы найдем это ротонда на скольной могиле софийская колокольна это фудопеча чему еще быть церковь а вот мостик вот-вот-вот стеклянный мостик как его называют лизновый архитектор графа Кличко будем его так называть граф Кличко а как же попробуй графа не лизни не за на ух не что не даже я не 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 что не Субтитры подогнал «Симон» 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 Боже, я заблокировал колеса, боже, дуюзал Передняя я чуть отпустила, а задняя заблокировала полностью Такое скольжение за счет пыли Не знаю Здесь почти жарко Несмотря на то, что время уже половина восьмого Если я даже сейчас развернусь, то приеду уже домой в сумерках Настоящий фотограф Главное для фотографа это уметь становиться в разные позы Очень динамичная во время съемки А вот скульптурная композиция Как я понял, до конца не демонтировали Но там из фигур-то остался один мальчик В свитке И сейчас закрыли щитами Какие-то у них мысли там есть в голове Что-то они там будут Что-то будут видоизменять в этой композиции Одного невинного ребенка оставили Всех остальных убрали Почему его оставили? Потому что невинный Он вообще маленький и ни за что не отвечает Он был, он сыпкий и в папахе Мальчик из опушек Все покинули в беседку Тут я и буду пить чай Наслаждаюсь крепким чаем Уже съел свои кексы с изюмом И просто пью чай У меня его много Я упомянул сегодня слово невинность Когда проезжал под аркой Под бывшей аркой дружбы народу Точнее не так Под аркой бывшей Аркой дружбы народу Теперь она как-то по-другому называется Так вот я произнес это слово И как-то оно зацепилось И я вышел вот на такую интересную тему Так ли мы люди невинны Как о себе думают Ну а о себе мы в основном думаем Как о хороших, порядочных, добрых, милосердных, гуманных людях И часто так думаем о тех Кто нас окружает Тут неделю назад попалось на одно интересное видео Я подписан на профессора одного Кристиан Аннадея Он где-то в Мериленде, в Соединенных Штатах Преподает в университете У него хороший голос И у него есть ютуб-канал И я пристрастился слушать Его выпуску, посвященную Шопенгауру Он отлично читает его произведения Причем в формате 3-5 минут, не больше И это всегда очень приятно И не слушать И это не утомляет А тут я встретил у него интересный подкаст Посвященный Макеавелле Я вообще Макеавелле Государь Или принц Я называю его основную работу Я прочитал 3 раза по-моему в жизни Полностью Как-то раз, когда я с ней познакомился Познакомишься Я познакомился в юности Она уже не отпускает Потому что она касается очень важной проблем Которой все мы имеем отношения И вот подкаст посвящен был Макеавелле В какие годы делался этот выпуск Я не знаю В общем, студенты старших курсов факультета Имеют доступ к студии Аудиозаписи Приглашают туда Прямо в студию Или Вот Посредством Связи через интернет Профессоров И обсуждают какую-то тему Вот Проспотров там-то всем Немного Там 50-60 Вот Таких подкастов Но Есть ценители Таких вещей Я в том числе Я Решил отлечься От всего И просто слушать Вот Рассуждения умных людей Которые специализируются Тем более На Флоренции 16 века Вот Знают Материалы Преподают они Один десяток лет И на 30-м минуте Где-то так Я почувствовал Что Вот То, что меня заинтересовало И то, что Всегда заинтересовываю И честно говоря Когда читаешь Макеавелле Кто мы такие? И как мы относимся К насилию вообще? И вот Это так называемая проблема Dirty hands Грязных рук Или как-то так Часто культурные люди Очень просвещенные Милосердные Они не становятся В оппозицию насилия Наоборот Его поддерживают Сами Они не способны Это насилие совершить Но когда они видят Людей власти Которые способны Они поддерживают Таких людей Вот Разумеется В глазах Людей просвещенных Это насилие оправдано Ввиду того Что нам служат Общим благам И когда я слушаю Я вспомнил Понятие Менсрея Это из римского законодательства Менсрея означает Guilty mind Виновность ума Менсрея И Виновность ума То есть полтене Менсрея Должна входить В состав преступления Если В совершенном поступке Нет виновности ума То это не умышленный поступок Никто Человек совершил Случайно По невниманию По халатности Он не собирался Делать Причинять боль Или что-то Другим людям Или кому-то еще Ущерб Вот И вот Помимо Фактов Доказательности Самого преступления На судебном процессе Обязательно Ну я не знаком С Юриспруденцией Мне сложно много утверждать Я так С общей философской точки зрения Рассматриваю это явление Но я так понимаю Что Обязательно должна присутствовать Менсрея Доказательство того Что Был умысел Был умысел Так вот Публика Которая обычно считается Невиновной Непричастной Ко всему что делается В стране И вообще Вот На самом деле Она имеет этот Гилти майнд Этот Виновный ум Да Вот Своими руками Она ничего не совершает Но часто Она Дает Своим правителям Карт-бланш Совершать Такие вещи Жесточайшие И несправедливейшие Но ради Ради чего-то То что публика Считает Благом Доступным Только через Какое-то Насилие Несправедливость И Может быть Чудовищная Несправедливость Поэтому Вопрос Невинности Вообще Он сложен Все не так просто В нашем мире Да Есть люди Кришнаиты Неспособные Косилию И не любящие Его Да У них нет Менсре Они Никогда Его не Отобряют В этом Смысле У них Нет Виновного Ума Вот Я вообще Встречал Очень Спокойных Уравновешенных И мягких Людей По характеру Вот Которые Очень Осмысленно Относятся К насилию И Их так Просто на насилие Не соблазнишь Но большинство Соблазнить его На насилие Ничего не стоит Только надо Сказать Что Это насилие Делало свое благо Все И большинство Будет твоим Этот И имел ввиду Макеавелли Этот он знал О человеке Поэтому Там интересно Профессора Когда это обсуждает Возникает вопрос А как относятся Студенты Которые Первый раз Как реагируют Студенты После Первого Прочтения Текстов Макеавелли Обычно Молчание Они потрясены Они обнаруживают В самом себе То О чем Они не подозревали Они открывают Самих себя То есть Они до того Как прочитали Макеавелли Думают О себе Лучше Чем на самом деле И этот Очень внятный Вменяемый Точный Текст Помогает им Понять Самих себя Не шокирован Да Сейчас я Найду Определение Мансрия Ну вот Нашел то Что я уже Когда-то находил Когда разбирался В этом вопросе Вбиваешь Мансрия В гугл И Первая ссылка Ведет Корнелло Скул Корнельской Школе Правоведения Мансрия Сейчас я Буду переводить Здесь очень Точное Такое Емкое Определение Вот Мне еще Сразу Понравилось Мансрия Относит Нас К криминальному Намерению Буквальный Перевод С латыни Виновный Гилтимайн Мансрия Это состояние Уматрии Буимае Обязательно Статью Терри Реквайт Для того Чтобы Обвинить Конкретно Подозреваемого В Конкретное Преступление Доказательство Наличия Мансрия Подозреваемого Вдобавок Вдобавок Вместе С Доказательством Наличия Актус Реус Физических Элементов Преступления Обычно Обычно Необходимо Для того Чтобы Доказать Вину В криминальном Расследовании То есть Для доказательства Вины Должно Быть доказано Наличие Мансрия Мансрия Вот То есть Намерения И Актус Реус Физических Элементов Преступления Вот так Так что Не все так просто Иногда кажется Что преступление Это только то Что ты сделал Преступление Это еще то Что ты подумал Как ни странно Ну Богословие Это понятно Вот Когда Чуть-чуть Начинаешь Разбираться В этих проблемах То понимаешь Что Грех Это не только Что ты совершил С делами Но то Что ты совершил В мыслях Об этом Кстати Многие Не подозревают Я помню Я Ходил на один Богословский Семинар Из любопытства В Зверенецком Монастыре Зимой Ездил У меня было Много Свободного Времени Вот Чтобы не скучать Вечерами Я Ездил На семинар Там был Иеромонах Его вел Иеромонах Хризостом По-моему Его было имя И я помню Как Один Точнее Одна из Присутствующих Воскликло Так неужели Нельзя И подумать Ну что Такая Зрелая Женщина Да Неужели Ей Подумать Видимо Она полагала Что думать Можно Все Испытать Внутри Любые Эмоции Но не Совершая Никаких Действий Не Нести Ответственность За Это Все Перед Всевышним Тоже Интересный Вопрос Боже Сейчас Подразвечаю И вспомнил Еще один Интересный Случай Да Так Вот Интересный Случай Как Образец Кейс Стади Вот Приведу Из своей Практики Своего Личного Жизненного Опыта Как-то В кафе Я познакомился С одним Интересным Молодым Человеком В 20 С небольшим Лет Он был Студентом Журналист Тики Где-то В каком-то Учебном Заведении И летом Подрабатывал Бар Я ходил В этот бар Пить кофе И когда Клиентов Не было Мы с ним Подолгу Беседовали Особенно Вечерами Осенними Длинными Вот О книгах О том И все Вот И Однажды Речь коснулась Алеса Бузина Я говорю Вот Писатель Писателю Говорю Нельзя Так вот Убивать Он вдруг Поднял На меня Свои Совершенно Невинные Голубые Глаза И говорит И говорит Ну почему же Нельзя Он же был Враг Таких Убивать Можно И может Быть Даже Нужно И я Как-то Смутился Я вдруг Понял Что Сейчас Мне Бесполезно Что-то Объяснить Человеку У которого Сложился Такой Взгляд А я Задумался Почему же Он сложился Кто его Убедил В том Что Такой Взгляд Можно иметь То есть Оправдать Подобные Вещи Как Не просто Оправдываемые В принципе Но как Нужные И даже Необходимые Вот Менсрея Удивительно Милый Домашний парень Так вот Такой Небольшой Философский Этюд О человеческой Невинности Для проблем И грязных Рук В обществу Всегда Нужны Грязные Руки Те Кто совершал За них Грязные Вещи Которые Люди Совершить Не могут В силу Не в силу Своих Убеждений А в силу Некого Может быть даже Назовем это так Священного Страха Вышника Равить Все мы Немного Суеверны Да Если это Правильно Назвать Суеверие Все мы Немного Боимся Всевышнего Каким мы Атеиста Не были Вот Ну и у нас Может проснуться Священный ужас Перед чем-то Что выше Нас И нашего Разумения А когда Кто-то Это делает За нас Ну как бы Берет Этот грех На себя Вот И отлично Отлично Мы-то Сами не хотим Боимся Ну как Как Гамлет В некотором Вроде Боимся Быть Или не быть Смирить Цель Под узарами Судьбы Или оказать Сопротивление И как там Дальше В молоде Хорошо Что А что там А что После А что Будет Случай Смерти Все Еду домой Боже Как вдруг Стало Хорошо Вечером Это Весь Тяжелый Зуд Жаркого Липкого Дня Вдруг Исчезает И наступают Минуты Настоящего Блаженства Я пытаюсь Я пытаюсь Попор Врач Стоять Из моря Какой-то Паркет Работ Продевает Но Здесь Да Только Попор Стоять Это Что Такое Старвинский Вдруг Захотелось Мариинский Парк В это время Там Выступали Хорошие Коллективы Третье Лето Уже Пропущено Третье Лето Как закрыт Мариинский Парк Заеду На Дотенец И После этого Спущусь На Паду Поеду По Кириллской Добой Паркет 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 Ну Бражники Собрались Молодцы Это хорошо Это не близкая тема Они всегда Пусянки Некоторых Некоторых снег Я Кажется Знаю Здрасте Бражники Бражницы Ну Конечно Все располагает Взять Сухой Винца Полежать Тепло Чудес Здесь Ёлки Собрались У меня Выключилась Камера Уже Кончается Аккумулятор Почти Разлетелся Ну Все Последний кадр Девчонка Это Пресничает Здорово